Добрый день! В эфире Ильявонг ТВ. У нас в гостях политический аналитик, председатель общественной организации интеграции и развития, координатор Евросийского экспертного клуба Арам Веленович Сафарен. Добрый день, Арам Веленович! Спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. Арам Веленович, поздравляем вас на днях! В очередной раз прошло мероприятие, очень актуальное, с темой конференции «Образ стратегического союзника России в современном армянском обществе». И в первую очередь хотелось бы поговорить о результатах вашей конференции. Спасибо большое! Спасибо за приглашение! Я на самом деле очень ценю уровень наших отношений и сотрудничества, и считаю, что это наш посильный вклад в дело развития армяно-российских многоплановых отношений. Действительно, 26 числа мы провели конференцию, которая называлась «Образ стратегического союзника России в современном армянском обществе». И в работе этой конференции приняли участие около 30 ведущих армянских экспертов, ученых, общественных деятелей, представителей армянской прессы. Пришел и с приветствием выступил посол Российской Федерации в Республике Армении Сергей Павлович Копыркин. Это было для нас очень важно, потому что мы почувствовали пульс сотрудничества, взаимодействия, которое на очень высоком уровне между Евразийским экспертным клубом и посольством России в Армении. Хочу сказать, что мы задались целью идти в ногу со временем и быть понятными в нашем обществе, в наших общественно-политических экспертных изысканиях. Очевидно, что после окончания 44-х дневной войны в армянском обществе очень возросло число людей, которые считают, верят, что укрепление, углубление и развитие армяно-российского стратегического союзничества это, пожалуй, единственная вещь, которая может помочь нам на уровне и принципиально отражать те угрозы и вызовы, которые сейчас стоят перед нашей страной. Совершенно очевидно, что турецко-азербайджанский тандем хочет установить свое господство в регионе Южного Кавказа. Там где-то это уже удалось. Мы на очереди. И если мы не выработаем адаптационные механизмы, которые способны защитить армянскую государственность, защитить наш уринитет, обеспечить безопасность наших границ и наше безопасное существование и развитие в этом сверхсложном и неблагополучном регионе, то мы, конечно, должны думать об обновлении нашего внешнеполитического и внутриполитического курса с тем, чтобы сделать его более состоятельным, более отвечающим на сегодняшние нужды. С этой точки зрения я хочу сказать, что мы представляем Евразийский экспертный клуб, где собраны 45 ведущих экспертов, ученых, общественных деятелей, специалистов в области обороны и безопасности, публицистов и журналистов. И наш Евразийский экспертный клуб убежденно стоит на необходимости всемирного развития отношений с Россией. Мы за то, чтобы обновить, пересмотреть повестку дня армяно-российского союза с тем, чтобы делать его более состоятельным в современных условиях. Мы за то, чтобы Армения приняла самое дальнейшее, самое конструктивное, позитивное, непростое участие в процессе евразийско-экономической интеграции и участвовала бы в военно-политических союзах и соглашениях, где ледоколом выступает Российская Федерация. Но кроме этого, и я хотел бы это обсудить, мы с уважаемым Хайком Борисовичем Абуханяном полностью единодушны в вопросе того, что нужно нам установить более крепкие, более тесные отношения с Российской Федерацией, вплоть до создания союзного государства при соблюдении нашей независимости, права на самоопределение, как большого принципиального положения и при соблюдении суверенитета нашей страны. Вот эти новые союзные отношения, они имеют как сторонников, так и противников. Но я хотел бы сказать, что именно обсуждая эту тему 26 мая на нашей конференции, мы оставили этот вопрос открытым. Мы позволим нашим друзьям всемирно участвовать в диалогах и дискуссиях самых разных политических сил Армении, которые вот в эти последующие 20 дней до дня голосования в неочередных парламентских выборах смогут прийти и обсудить и сказать народу своим последователям, своим сторонникам, что вот мы обсудили, мы переговорили, мы использовали наш научный и экспертный потенциал, и вот мы считаем, что на союз идти стоит, или мы считаем, что на союз идти не стоит, но нужно работать в этом направлении, чтобы это не было очередной галочкой в межполитических отношениях, а было бы содержанием, которое способно развивать Армению, придать Армении новый импульс развития, как в области экономики, как в области науки, культуры и гуманитарных отношений, так и в политической области. Поэтому конференция была нашей очень актуальной. Я очень рад, что около 80 публикаций я понаблюдал в средствах массовой информации. Это говорит о том, что есть интерес, есть интерес к этой тематике, и не случайно, что мы договорились просто на конференции, после выступления Владимира Анатольевича Лепихина, нашего дорогого друга, соучредителя Евразийского экспертного клуба, директора института ЕАЭС из Москвы, мы просто договорились после его выступления, что попробуем в ближайшую неделю создать партийную площадку для общественного диалога во имя развития и углубления отношений с Россией, и постараться пригласить на этот подмосток, на эту платформу всех тех политиков и деятелей самых разных политических партий, участвующих в предвыборном марафоне, принять участие в наших обсуждениях и использовать наш научно-экспертный потенциал, наши знания в области экономики, социальных отношений, политической истории, теории и практики международных отношений, и с учетом всех этих обсуждений до своих избирателей донести насущную проблему укрепления и углубления отношений с Россией. В прошлом месяце у вас прошла другая конференция на тоже очень актуальную тему про суверенитет Армении, сохранение и укрепление суверенитета. Мы сегодня видим, что суверенитет под большой угрозой, к сожалению, и тогда были выдвинуты очень сказанные, очень важные предложения высказаны. И вот вы, как эксперт в этой области, как вы видите, вот сегодня мы теряем суверенитет, что какие первые шаги должны быть сделаны? Спасибо вам большое. Я вот на ваш вопрос хочу задаться несколькими вопросами. Я хочу спросить у наших дорогих телезрителей. А мы, Армения, армянское общество, делаем разве все, что от нас зависит, чтобы бережно, трепетно относиться к нашей государственной независимости, к нашему суверенитету, к нашей независимости. Ведь это божий дар. 30 лет назад мы обрели свою государственность. И, наверное, надо было за эти 30 лет приложить максимум усилий, превратить слова патриотизма в конкретные дела, чтобы эта маленькая страна наша стала бы мечтой армянства всего мира, центром притяжения и влияния для армян всего мира. Ведь мы могли это сделать, но сделали ли мы это? Сегодня, когда у нас внешнеполитическая повестка достаточно такая разношотная, спонтанная, мы должны задаться целью, а есть ли у нас продуманная, дооснование, скрупулезная внешнеполитическая повестка? Понимаем ли мы, с кем и зачем должны иметь дело? Во имя чего? На какие уступки мы готовы? И после чего ни на какие уступки мы не в состоянии ни с кем идти, потому что что-то задевает и нашу общественную, национальную честь, и наши права. Извините, что я так задаюсь, я тебе вопрос, потому что в последние дни заставляют нас думать об этом. Российская федерация заявила устами своего министра иностранных дел, что Россия готова, если ее попросят, выполнить роль посредника в демаркации и делимитации границы с Азербайджаном. Я хочу спросить, правильно ли мы используем наши возможности и наши умения общаться и говорить с русским братом? Используем ли мы эти наши умения для достижения вот этих целей, для достижения главной цели сегодня, обеспечения нашего верховерства власти и нашего суверенитета в вопросе разграничения послевоенной в Арцахе? Я хочу сказать, что мне кажется, иногда это делается очень неумело, иногда это делается с не очень большим желанием, иногда это делается очень непоследовательно, что может создать впечатление, что мы просто несерьезны, что мы не глубоко понимаем суть больших и малых процессов, происходящих в регионе Южного Кавказа и на Ближнем Большом Востоке сегодня. А для этого нужно обсуждать, нужно говорить с умными людьми, нужно общаться с экспертами, и эксперты должны внести свой посильный вклад, сказать свое слово в решении этих вопросов. А разве наша власть сегодня использует эти возможности? Разве есть в Армении внутриполитический диалог, который бы способствовал выработке внемлемого, ясного, понятного всему обществу курса? По-моему, во многом это не так. И я, конечно, все можно развалить на предвыборную ситуацию, на то, что все очень временно, все очень шатко, и только после 20 июня, дай бог, у нас будут приемлемы, понятные общества, результаты выборов, и будет образована власть, которая, дай бог, будет приемлема со стороны большинства армянского общества, и тогда эта власть должна будет выработать свою внешнеполитическую повестку. Но если бы сегодня, вот когда сам бог велел, телевидение в наших руках, газеты в наших руках, интернет-ресурсы в наших руках, площади, улицы, залы в наших руках, я имею в виду всех политических партий, принимающих участие в предвыборном марафоне, ну вот скажите народу, что вы думаете по этому поводу. Пусть будет ясность, а может быть большинство нашего народа инертно также к нашей с вами идее создания союзного государства для укрепления независимости и национальной безопасности Армении. Может нашему народу все равно, и может наш народ смотреть на Турцию уже другими глазами, может наш народ и не против того, чтобы турецко-азербайджанское верховерство и диктат были. Мне это непонятно, но я бы не хотел, чтобы такой резкий поворот случился в армянском общественно-политическом дискурсе. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что нам действительно нужна новая национальная повестка. Нам действительно новая национальная идеология нужна, способная вытащить нашу страну в среднесрочном и долгосрочном ее развитии на хороший современный уровень, чтобы не отстать от своих соседей, окончательно не стать задним двором большевосточной цивилизации, а чтобы пользоваться плюсами и привилегиями, которые приносит с собой евразийская экономическая интеграция. Я о своем мнении скажу. Я убежден, что нет альтернативы укреплению и углублению союза с Россией. У нас нет просто других возможностей. Кто-то мне скажет, а разве это панацея? А я на этот вопрос отвечу. А разве есть у вас другая панацея? Вы можете сказать что-то другое и предложить что-то другое, что нивелирует наши позиции, наши слова? По-моему, нет. 30 лет моей активной деятельности в политическом, общественном пространстве Армении и быть на свое журналистом, и быть на свое дипломатом, и быть на свое депутатом-политиком. И сейчас, работая в общественном пространстве Армении, я работаю, пишу, читаю, обсуждаю, переговариваюсь с друзьями из России, Казахстана, Белоруссии о нашей перспективе, и просто не вижу реальной альтернативы самого конструктивного участия в процессе, во всех тех процессах, где ледоколом выступает Россия, где Россия способна повести за собой своих партнеров, в том числе Республику Армения. Арам Филенович, на конференции уважаемый эксперт, директор института ЕАЭС Владимир Анатольевич Лепехин высказал мнение, что Армении нужно вернуться к президентской форме правления, что он видит выход из кризиса именно в том, что Армения должна стать такой вот президентской страной. Вы согласны? Видите ли, я считаю, что если Армения участвует в евразийской экономической интеграции, причем не только в экономической, и я искренне верю, что придет момент, когда мы запустим также и политическую интеграцию, и превратимся примерно в такой же союз, каким сегодня выступает Европейский Союз, рано или поздно с постсоветским пространством такое должно происходить, потому что это исходит из принципиальных предпосылок, желание сохранить цивилизационное пространство, общие ценности, работать в общем направлении развития и так далее. Так вот, я считаю, что если мы хотим не отделяться от всего этого пространства и не быть в непонятном, трудно понимаем, недоверчивом окружении, конечно, нам нужно развивать свою систему политическую, и с этой точки зрения я не против идеи Лепехина вернуться к президентской форме правления и сделать армию президентской или полупрезидентской республикой. Но сейчас я бы предпочел, чтобы этот вопрос активно дискутировался в предвыборном марафоне. Я бы хотел, чтобы политические партии говорили об этой необходимости, и мы в результате, мы эксперты, ученые, мы бы в результате этих дебатов, этих обсуждений смогли бы прийти к знаменателю общему в вопросе о том, а действительно ли наше общество хочет этого. Я вот, например, думал, что, и мы когда обсуждали с Айком Байщичем Бабуханяном шаги по притворению в жизнь идеи укрепления союза с Россией, мы говорили о том, что, наверное, придет время, когда мы будем требовать у властей, какими бы они ни были в этот момент, проведение референдума. И пусть на референдуме армянский народ своим большинством скажет, хочет ли оно интегрироваться, хочет ли армянский народ интегрироваться с Россией, или не хочет. Но для подготовки этого референдума нужна очень кропотливая работа, не злобная работа по ущемлению народных прав, по попыткам дискредитировать Россию, отделить Армению от России, по неблаговидных попыткам создать неблаговидный образ России в нашем обществе, который противоречит двухсотлетней традиции, о которой говорили Хачатура Абовян, Хованес Туманян, Аветики Саакян, многие наши другие лучшие люди в нашей стране, и сделать такой реверанс внутриполитический маневр, в итоге которого Армения отделится от России и останется одной, такой бы она ни была, большой, маленькой, еще меньшей или еще не понятно, одной против Турции и Азербайджана, и соответственно, очень-очень-очень сговорчивой. Вот поэтому я, например, сейчас думаю, что вопрос перехода к президентской власти это одна из принципиальных тем, которые в ближайшие несколько недель и даже несколько месяцев должны обсуждаться в армянском обществе. И не под кого-то сделать президентскую власть, а такую твердую власть в Армении, которая в состоянии контролировать и быть ответственной за безопасность и суверенитет страны. В связи с ситуацией на границе Армения обратилась в ОДКБ и мы получили ответ от них, что они с тревогой следят за развитием ситуации. Вот опять же, возвращаясь к словам господина Лепехина, он говорил про кризис в ОДКБ, который возник в процессе и после 44-дневной войны. Как вы прокомментируете кризис? И куда нам двигаться? Да, на эту тему мы очень много говорим с нашими друзьями и единомышленниками. А что, мы разве до 44-дневной войны не знали, что Беларусь, Казахстан и Киргизистан больше имеют отношений и больше дружат с Азербайджаном, нежели с Арменией? Мы что, не знали этого? Это для кого-то было загадкой? Мы что, не знаем, что для России важны как Армения в качестве союзника, так и Азербайджан в качестве партнера. И Россия никогда не откажется от дружбы ни с Арменией, ни с Азербайджаном. Россия пожелает установить свое влияние и в Армении, и в Азербайджане, потому что так было последние 200 лет. Разве мы это не знали? Мы знаем. И разве мы не понимаем, что если не будь ОДКБ, мы не получим никогда по льготной цене то необходимое нам вооружение, которое способно асимметрично, вот хочу подчеркнуть это слово, асимметрично ответить на вооружение и довооружение Азербайджана и этим обеспечить нашу безопасность. Мы что, не знаем, что у нас просто нет другого пути, кроме как по льготным ценам, а иногда и без этого получать оружие от нашего стратегического союзника? Разве все это недостаточный аргумент для того, чтобы мы понимали, где на 100% все зависит от нас и только от нас, и не перекладывать нашу ответственность на плечи других, не спекулировать темой Армяно-Российского союза или нашего членства ОДКБ, а заниматься серьезной политикой, серьезным строительством наших вооруженных сил и этим обеспечить безопасность наших границ. Мы что, не понимаем, что большинство наших границ и с Турцией, и с Азербайджаном, и с Ираном защищают российские военные, российские пограничники? Можем мы заменить их чем-нибудь своим? Пока еще нет. Хотим ли мы это сделать? Наверное, стоит попробовать, если мы действительно себя считаем независимой страной. Но не нужно нашу ответственность с больной головы на здоровую перекладывать. Нам необходимо просто сейчас реорганизация общества, реорганизация, модернизация армии, подготовка нашей молодежи к передаче им политической эстафеты, потому что через пять лет сегодняшние 25-летние, 30-летние, 35-летние возьмут власть в стране и они станут большинством, но у них отличные от нас политические ориентиры. Они отличные от советского времени и советских людей подходы к современным вопросам. Так вот, нужно обеспечить, чтобы разрыва поколений у нас не было. Не было. Кто будет решать эти вопросы? Мы или сможем это решить, или мы потом будем очень сожалеть, что недостаточно правильно ввели образовательную политику в стране, воспитательную политику в стране, что выросло поколение, которое нас не понимает, не дай бог считает нас неправыми, этого допустить нельзя. И нам надо подумать, наше участие в Евразийском экономическом союзе и в организации, договоре о организации коллективной безопасности должны быть использованы для нашего усиления и укрепления, а не различными там спекуляциями постараться дискредитировать эти организации в глазах армянского общества. У нас нет обдуманной, проработанной, обеспеченной политической повестки, кроме как та, о которой мы с вами сейчас говорили. Пусть наши оппоненты, прозападные общественные деятели, среди которых у меня есть друзья, и среди которых есть люди, которых я очень уважаю. Не всех, но отдельных, я очень уважаю. Пусть они тоже подумают, пообщаются со своими обществами, со своими странами, коллегами из своих цивилизационных центров, и пусть приходят к нашему народу, скажут, вот если не это, так вот это, пойдем на запад, нам будет хорошо. Может быть Армения будет меньше, но зато у нее будет мирная граница. Вот это она, вещь, которую они хотят сказать и не могут сказать до конца, потому что понимают отношения нашего общества. Я, может быть, утрирую, может быть, это все делаю ради красного славца, я понимаю, но на самом деле нам нужен внутриполитический диалог, который гарантированно не должен перейти в политическую вакханалью и противостояние. Если у нас будет противостояние внутри общества на почве геополитических пристрастий, Армении конец. Армения станет абсолютно недееспособной по отражению внешних угроз и вызовов. Вот вы говорили, что некоторые распространяют антироссийские высказывания и такие лозунги. В связи с этим, вот, я сама слышала, высказывания типа, что ситуация на границе, это тоже результат, и война, результат того, что Армения стала разменной монетой между Турцией и Россией, и вот такие вот против, направленные против России, против армяно-российского сотрудничества высказывания. Кому они на пользу, и какие опросы? Спасибо большое за вопрос, спасибо. Я коротко скажу, не хочу накануне выборов, накануне предвыборного марафона, сейчас внести такие негативные, нехорошие нотки. Я бы поддержал всех тех, для кого Армения родина, для кого Армения долгожданное, национальное государство, символ чаяния, мечты, надежды армянского народа, многих поколений наших путешественников. Но скажу очень коротко и ясно, мы должны серьезно подумать над тем, каким должна быть Армения в будущем. Не сейчас посттравматическая Армения после 44-х дневной войны, после трагедии, которая произошла на наших глазах и в наше время. А какой должна быть Армения, чтобы быть в политическом смысле самодостаточной, суверенной, уважаемой армянами всего мира, желательным центром для всех армян, живущих где бы то ни было, что мы должны были сделать в прошедшие 30 лет, чтобы наша политическая система была больше жизнеспособной. Мы много говорили о сравнении с Израилем, с другими примерами, но что мы сделали? Мы ничего не сделали. Не хватило у наших вождей политической воли для доведения этих всех дел до конца. И это общая, очень серьезная грамма. Тот, кто скажет, что вот я вам говорил, что должна быть Армения, как Израиль, родиной всех евреев, и сильнее, чем 250-миллионное ее окружение, арабское, мусульманское, вот были бы вы такими, а легко сказать. А почему мы не стали такими? Почему нам не позволили стать такими? Вот надо подумать. Нам нужна новая национальная идеология. И чтобы она была не просто на бумажке, не просто очередной книжкой, которой каждый тысячный армянин прочитает, а и каждый десятитысячный посчитает книгой своей мечты. а документ политику, систему знаний и навыков, которая нам действительно поможет развиваться в этом неблагоприятном окружении. А может быть, мы в корне не верны, и нам действительно нужна другая политическая концепция, на которой все время намекают азербайджанские средства массовой информации со своими турецкими спонсорами. Вот давайте подумаем, давайте выскажемся, давайте превратим в здоровый политический диалог изыскания этой перспективы и все вместе скажем, вот это наше желание, это наша мечта, мы хотим построить именно такое государство, которое было в состоянии обеспечить достойный мир, процветание и достойную безопасность для своих граждан. Вот, пожалуй, все, что я смогу вам сказать на эту тему. В ближайшие выборы на участие зарегистрировались 23 партии, 4 блока и, видимо, это тоже результат политического кризиса, что очень разрозненные силы, политические силы очень разрозненные, что говорилось также во время конференции. И люди тоже дезориентированные, они не знают как себя вести, как с позиции гражданина как себя проявлять, чтобы тоже как-то поспособствовать выходу из этого кризиса. Как вы прокомментируете вообще ситуацию с таким большим количеством участников и как гражданам себя в этой ситуации? Спасибо вам большое. Во-первых, я хочу сказать, что 27 субъектов предвыборного марафона, с одной стороны, это очень много и действительно это очень много, с другой стороны, это говорит о том, что 27 политических систем Армении хотят подать заявку на власть в стране. Значит, им есть что сказать, я так думаю, или им кажется, что у них есть что сказать, я думаю, что очень много умных, дельных подготовленных, состоятельных, самодостаточных политиков не приняли участие в этом предвыборном марафоне, не заявили о своем желании участвовать в выработке нового политического курса страны. А знаете почему? Потому что действительно кризис. И этот кризис непонятно, будет ли преодолен в результате новых выборов. Ведь мы имеем пример Италии, пример того же Израиля, пример других стран, где у нас парламентская система правления и за одним кризисом может наступить другой, третий, четвертый и так далее. А разве маленькая Армения со своими очень ограниченными бюджетными ресурсами может ли себе позволить все время делать неочередные выборы? Все время? Конечно нет. И возвращаясь к тому, что вы говорили, может быть президентская система этим и лучше от парламентской системы, что она может дешевле обойтись народу как политический орган, как политическая система, понимаете? А возвращаясь к этому, я скажу, если я сейчас не хочу никого не поднимать и никого не обижать, пусть будет нормальный, серьезный предвыборный марафон, пусть получат все возможности сказать, что они думают, и пусть Евразийский экспертный клуб, который я сейчас здесь в этой студии представляю, имеет возможность диалога и консультации со всеми достойными политическими силами по интересующим нас вопросам, в частности о будущем наших отношений с Россией и с постсоветским евразийским пространством. Я вот думаю, что если после выборов вы меня пригласите, уже по итогам этих выборов, я смогу просто отрапортовать и доложить нашим телезрителям, насколько мы эффективно поработали, что мы поняли, мы эксперты в этом предвыборном марафоне, что поняли, есть ли надежда на улучшение ситуации, или может быть нет, но я не хочу сейчас делать пессимистические прогнозы, я не имею на это права, и я очень хочу, мне очень бы хотелось, чтобы 27 политических партий и броков смогли высказать, донести до народу свои политические программы, и чтобы эти выборы были честными, их результаты понятными и приемлемыми большей части нашего общества, а в противном случае все то, что мы сейчас делаем, это абсолютно зря. на ваш взгляд у оппозиции есть шансы, у нас есть и способная оппозиция, которая может я не буду комментировать, у нас есть очень достойные политические деятели, очень, скажу так, в самом хорошем смысле это и вожди, и лидеры, и идеологи, в Армении много генералов, много президентов, много премьер-министров, наш народ такой, много лидеров, мало исполнителей, мало толковых, рядовых исполнителей, которые способны четко, ясно, правильно выполнять поручения и этим, значит, способствовать общему успеху. У нас больше идейных, значит, лидеров, генераторов различных идей, ну, посмотрим. Я думаю, что одна принципиальная задача, если 20 июня у нас будет, будут нормальные выборы, будет нормальный результат, значит, это все не зря. Но если мы пойдем к тому, что будет сомнение в искренности этих результатов этих выборов, в честности системы властной, которая проводит эти выборы, то, конечно, могут быть и очень плохие результаты. Мы из нашей истории знаем неоднократно о таких результатах, не надо сейчас гадать. Сейчас нужно все патриоты Армении, все думающие, умные люди должны работать на успех этих выборов, должны способствовать тому, чтобы были избраны лучшие, чтобы народ знал, кто и зачем приходит к власти, какие он дает обещания, и способен ли он их выполнять за, предположим, вот эти годы своего правления. не ошибаться, не разувериться, а сделать все от нас зависящее для одного важного дела, преодоления поствоенного травматического состояния, в котором сегодня пребывает наше общество. Арам Веленович, спасибо большое за интересное интервью. Спасибо. Спасибо вам большое.